Продолжение следует... И в первом выпуске я предлагал пообсуждать резьбу Revelations 2, которая недавно всем на зло вышла, которую я всем на радость прошел. Эфио тоже играла. Играла? Да, играла. Прошла? Впечатление просто море. Прошла. Ну, я видел, да, я смотрел, некоторых боссов Эфио ушатало даже лучше, чем я. И думаю, что, в принципе, даже обезьяны лучше, чем я играют, потому что я вообще какой-то игрок довольно низкого дивизиона. Ну, так, как, что? Что в целом, в общем, хочешь сказать? Хочу сказать, что игра меня закалёбывала. Закалёбывала? Нифига себе. Да, да. То есть, очень похожа на другие игры. То есть, например, Флизелиновое зло, там, потом Ауанавейка, ну, в некоторых моментах были похожи. Ну, да. То есть, Silent Hill тот же. И при том, что понятно, что те игры вышли намного ранее, да. То есть, сплошной копипиздинг присутствует. Да, да. Хотя, вот, многие будут говорить, конечно, вот, почему все сравнивают вот эту игру, там, с другими играми. А, но всё познаётся сравнение. Ну, как бы, да. Что значит, не сравнивать игру. Если бы она была одна-единственная в мире или первая в таком жанре вышла. А, так, вообще, во-первых, это хоррор, да? Страшно было тебе? Сурвайвл, да. Сурвайвл, да. Обязательно сурвайвл. Страшно? Страшно. Страшно было только, когда с потолка упала эта херня. Обсикалась. Ну, то есть, в общем-то, Эфи, девочка-дюймовочка, миниатюрная, обсикалась всего один раз за четыре эпизода сурвайвл-хоррора. Кстати, как тебе то, что игра вышла по эпизодам? Честно, немного это подмораживает. И замораживает, и вымораживает. Немножко неоправданно, да? Да, как бы вот эта вот тенденция как Telltale, то, что эпизодами все выпускать. Telltale задал моду, да, действительно неплохую. Ну, понятно дело, что они как бы, то есть, кусок выпустили, там, понравилось, не понравилось, плюс еще оптимизация была. Давайте поговорим, ну, то, что она полная геп. Да, до конца игры разработчик экспериментировал с оптимизацией, видимо. То, что какие-то эпизоды у меня лагали, какие-то нет. Вот, совершенно было заметно, что переходишь на новый эпизод, начинаются лаги старые знакомые. Да, как бы они там говорили, что это патч вот такой, вот такой будем выпускать, TRP и так далее. То есть, до конца четвертого эпизода, я что-то патчи были, да, но я каких-то особых разъединенных изменений, то есть, не видел. У меня как лагала игра, так и лагает. Ну, там апгрейднуть руки разработчика надо было, я считаю, в первую очередь. А как, то есть, как я прочитала в одном из комментариев, что тени, если выставляете его на минимум, то есть на максимум, а если на максимум, то это минимум. Да, 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 где-то знакомый, я его тоже видел в комментарии. По-моему, я тебе его даже скидывала. По-моему, на эпидемзе, я не знаю. Ну, мы что-нибудь увиделись. Да, да, да. Суть остается. Но я не стал проверять, кстати, эти тени. Я тоже не стала проверять, я тупо поставила на среднячок и играла. Да, просто нет такой игры, где бы меня интересовали классные тени. То есть, я всегда тени, например, убираю на минимум, ибо они жрут просто-напросто рисуют. Да, да. А толку от них... GTA 4 всех в свое время научила не любить тени. Да, там это ярко видно. Как, когда игра появилась? Но здесь не тени, здесь, в общем-то, туман лагал. Туман и дым. Да, туман, дым. Песчинки, какие-то частицы. Со всем этим не срабатывали. Движок совершенно не справлялся, ни капли. Плюс, а сюжет как тебе? Сюжет? Вот, ну, знаешь, какие-то такие непонятные ощущения. То есть, как сказать... Невероятные повороты были? Невероятно. Честно, нет. То есть, все как-то предсказуемо ожидали. Действительно, что между эпизодами как бы предполагалась какая-то сюжетная затравка. Но, может быть, она была один раз из четырех. Единственное, что меня как бы немного... Ну, не то, что удивило, просто так. Как бы... Как бы да. А, как бы докнуло? Да. То есть, это то, что между событиями Барри и Клэра полгода, то есть, прошло. Я там сидела и думала, какого хрена, что полгода, какое это самое... Короче, ну, как бы... Ну, да, и за полгода остров в руины превратился, в общем... Да, то есть, и так резко, причем бамс и все. То есть, вот это сидишь и думаешь, а что... У меня сразу возник вопрос, чем питалась Мойра полгода, пока она там раненая, хромала. У меня возник вопрос, как она вообще выжила. Она ела трупы, которых там в достатке. Она ела, это, свиньи-собак у тех, которые... А, ну, в лучшем случае. Это, да. Ну, или подорожник. Ну, это, кстати, видно, потому что она в конце внезапно стрелять научилась. Да. А до этого она даже оружие-то в руки не брала, а тут бэмс-бэмс. Ну, жрать захочешь, ты застрелишь кого угодно. Да, и руками разорвешь. И гладку перегрызешь. И сама суть вот это то, что, как бы, ну, проходишь одни и те же места, просто иногда задом наперёг. Вот это вообще меня просто не пугало. Просто игра в два раза для нее не из-за этого становится. Единственный момент, когда уже, то есть, не было повторения, это когда уже чисто за Барри, вот, то есть, Клэр, типа, там она спасалась, выпрыгнула. То есть, за Барри это там шахта, потом вот этот комплекс, всё. Это единственное место, которое вообще не повторялось. То есть, не... Да, особняк. Ну, особняк, да. Фрагментарно. Я, кстати, думала, что... Да, что особняк это... Тот самый, да. А потом я такая думала... Да, особняк внезапно переехал на остров и немножко под землю. Не, я думала, что это именно под тот особняк. Ну да, я тоже думал, что вот оно началось. Resident Evil начался, ёптель. Я тоже такая... Чё? Вот, в итоге, короче, я заметила, что некое сходство с первым революшеном, то есть, когда на корабле в самом начале, то есть, бегали эти... Как её, Джилл и напарник, типа её, вот. И точно похоже очень, то есть, то, что на корабле было, то, что под землю вот этот особняк. Ну, слава богу, без сканера обошлось. Сканер-то вообще мой кумир просто. Лучшее, что придумал Resident Evil, лучшая идея Capcom просто за века, это сканер, который сканирует кучу дерьма на берегу. Мои враги, боже, как мои враги. Рот, понимаешь, я вот просто их терпеть не могу. Девка эта мелкая берёт показать, типа, вот там, вот там, от стреляй. Давай, там, да, но у нас совершенно непонятно показывает. Какие-то такие судорожные движения, руками, пальцами, что-то там она кричит на левое. Ничего не слышу, стреляю на право, понимая. А как тебе вообще сама суть игры за двух персонажей сразу? Отвратительно. Отвратительно. Хватит того, что один стреляет, второй-то походит. Да, второй, я бы сказал, иногда ещё и подгадить умудряется, когда сваливается с крыши. То есть компьютерные мне сказали, что как-то, может, ты разобрался, как можно спутником командовать с Джосси? А, ты на клавиатуре, да, играл? На клавиатуре, там на F1, F2. И причём клавиатуры перепутаны. F1 это якобы, чтобы персонаж бежал за тобой, а F2, чтобы он стоял. А, ну так это две команды и всё, да? Две команды, да. То есть не падай с крыши, нету команды. Не слезай с рестницы. А, ну, стой, 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 иди, всё, две команды. Но дело в том, что у меня в первой или во второй серии она шла по доске за мной и гигнулась вниз. У меня было намного лучше, когда вагонетка ехала, стояла эта мелкая Наталья, короче, ступа стоит, всё нормально, всё хорошо, бусы, она упала как-то. Я такая, класс, отлично. И написали, что типа в обмороке. В каком обмороке? Я не знаю, кстати, перевод там тоже какой-то странный очень. Ну, не настолько странный, как в недавнем Freedom Fighters. Ой, так что, да, игра, в общем, отлично получилась. Удалась, своих денег стоит. Кто будет хвалить эту игру, это те, кто купил её в Steam, это само собой. То есть они потратили на это бабки. Ну, меня это не останавливало обычно. От фонтанирования говном во все стороны. Да, да, то есть если игра нормальная, то она нормальная. Если она полнейшая дерьмища, то это полнейшая дерьмища. То есть а нахваливать, как это делают? А, известный наш товарищ. А, известный наш товарищ, кстати, похвалил игру. По-моему, он сказал, что она атмосферная. Ну, атмосферная-то вообще похвала вроде как, да? Хотя здесь его устами... Его устами это, как похвала, не очень звучит. У меня уже слово атмосфера канула в лету. Для меня это уже слово как будто, я не знаю, как серпом по... В первую очередь это газообразная оболочка Земли. Но если брать атмосферу в том смысле, то в резьбе как бы всё однообразно слишком, чтобы о какой-то атмосфере вообще говорить. Так, а сейчас мне, походу, придётся прерваться и настроить навыки, потому что этот режим наёмников довольно необычный. Здесь с какого-то хрена появилось столько оружия, сколько в игре не было. Что-то удивительно. Кстати, я вот посмотрела, то есть режим наёмники, там очень похожи локации тоже, как с корабля первого ревейшена. То есть и особой разницы. Бегаешь, стреляешь, то есть хотя там что-то говорили, типа вот что-то там будет, такое уникальное, интересное. Самый прикол, что я насобирал оружие, мне его сейчас взять не даёт почему-то. Я ни хрена не понимаю, куда оно пропало. Чёрт, что за... А как тебе вот это вот, слушай, бомболовушка? Вот это пахучий химикат, вот это вот бац и оно... Эти бутылки, я только что кинул бутылку, в которой были молнии Зевса, это электрические какие-то, я... Вообще, в смысле, бутылка, которая лежит пять минут, а потом непонятно почему взрывается, это, блин, вообще оружие просто, я не знаю, бога, как минимум. Я вообще их не использовала, я проклинала просто эти пахучий химикат, ну хотя я их, конечно, собирала. Ну да, естественно, там всё собирать приходится. Очень часто у меня патроны заканчивались, бутылки, кстати, вручали. То есть, если патронов нету, то уже хоть что-то докинешь. К слову, кстати, либо о переводе, либо я не знаю, чтобы разблокировать оружие, знаешь, что нужно сделать? Что? Нет, оценить, оценить оружие. Огос. Цена продажи, так купить тогда напишите, вот оценить. Я не оцениваю, я трачу деньги, блять, я не говорю, что я оцениваю эту винтовку очень высоко, я покупаю. Так почему это называется оценка? Это просто, я не знаю, выше моего... Просто самое было, когда Мойра открывала сундук, помнишь, Монтёв? Ой, а как тебе взломы в этой игре? Взлом? Честно, у меня немного подбомбило, когда я первый раз это начала. Это первая игра, где-то гвоздодёром орудовать просто как отмычками. Я тыкаю, тыкаю, то есть я не могла, во-первых, понять принцип, по какому открываются сам вот эти вот, сами вот эти сундуки. Да, обучение, хочу заметить, что там по взлому... Там типа нажмите... Там что-то мутно-мутно сказали об этом, Поросу. Да, там то есть писали то, что нажмите левую кнопку мышки, что-то там кликните и типа усовершенствовать это. Я такая сижу, читаю, я такая, чё? Вот, в итоге, короче, до меня дошло уже, через некоторое, точнее, время, то, что там надо как-то брать, нажимать, смотри, чтобы оно вокруг жёлтое было, и тогда типа оно всё до конца, если будет такое жёлтое, то оно откроется. То есть если красная область появляется немного, то значит типа надо в сторону, вправо, вправо, вправо. Да, я случайно догадался тоже. Что ж, то есть очень-очень тупо это было сделано. А что вообще, есть что-то, что понравилось? Понравилось? Единственное, что мне понравилось, это то, что вот когда за Барри, да, мы уже конец, то есть эпизода за Барри, то есть там как-то вот концовка такая. Дождь, подожди, предлагает, но эпизод за Барри. Концовка эпизод за Барри, да, то есть мы проходим, и там как-то вот конец как-то, то есть, ну чё-то типа интригует хоть немножечко, хоть там писюлечку, но чуть-чуть такое вот было, то есть как-то там типа Мойра мертва, такая, хоп, чё она мертва, какого хрена. Типа потом там вот эта вот тетка, потом какая там вся Алекс, я вообще про нее забыла про ту Алекс. Ну, это настолько, знаешь, такое мелкое, то есть оно даже как-то в глаза особо не бросает. Вот, на фоне всего вот этого вот капеца. Ага, а мне понравилась миссия только с мясорубкой, где вот трупы в мясорубку сбивать. Это было чертовски в стиле, в стиле фильма пила, мне так показалось. Я тоже об этом сказала, говорю, опа, мы чё, в фильм пилу что-ли попали, я такая типа. Говорю, это, ну, именно там и в этом фильме, то есть такое было. Да, ну, единственное, что фигово было, когда, то есть надо было мне оставить там, то есть персонажа один будет дергать рубильник, второй будет отстреливать. Я, короче, в итоге плюнула, потому что бот, в общем, сошел с ума, я, в общем, бегала туда-обратно, 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 короче, ну, теряешь, соответственно, некоторое количество времени. То есть не очень, это прикольно. Ну, да, плюс ещё слишком скриптованно подъезжают тушки к этому. Да, то есть там надо заранее останавливать, то есть оно доезжает, и только потом можно что-то так сделать. То есть, а что бы вообще ты переделала, не знаю, в этой игре, если бы, ну, чтобы, как бы ты сделал её лучше? Улучше? Ой, хороший вопрос. Ну, понятно, что при помощи кувалды это не засчитывается. Как бы взять, ударить по коробке с диском, и, да. Ну, как, ну, я бы первое, что сделать, то есть, понятное дело, кооператив хотя бы оставила с самого начала игры. То есть они вот как бы... Ну, он там был, но оффлайновый, как бы. Он был, да, ну, то есть... Какой-то... Я его даже на лесплее ни на одном не нашел. Мне кажется, все играли без него, в общем-то. Такое чувство. Как, то есть, писалось в стиме, типа, сразу кооператив, да? То есть потом, когда уже игра, релиз состоялся, то есть, бац, кооператив. В консолях, честно, как пока нет. В итоге оказалось, что когда уже все эпизоды выйдут, 4... Когда запились. Да, то есть когда уже все-все пройдут, все-все знают, и все просто в восторге будут. Очень интересная политика продаж, хочу сказать, что сразу с наебки начинается. А с маневкой еще та, вот. И как бы... То есть меня это дико немного... Да, немножко это порадовало. Просто конкретно я еще думал, ну, может быть, действительно, вся соль-то в кооперативе. Таковка в каком? Может, если бы он был бы, то, может, что-то в этой спасло, хотя я не думаю. То есть это такая низерная надежда какая-то была. То есть один просто вот один стреляет, ходит, второй тупо там машет, какую-то монтировку или кидает кирпич. Единственное, чем болезненно была Наталья, это то, что она могла видеть врагов. Присела, хоп, увидела врагов, там увидела, где светится вот эта вот опухоль у монстра. То есть, бац, конечно, все. А как тебе поиск патронов при игре за второго персонажа, искать вот эти блики? Блики можно было бы даже увидеть, то есть за обычного персонажа, да? Тем более, что фонарик у Барри, а не у Натальи. Да, то есть вот этот прикол тоже я такая, типа, какого хрена? У Барри фонарик, а Наталья, то есть это все видит, что она типа... То есть, да, то есть там в игре теоретически могут выпрыгнуть любую секунду, а я должен играть с персонажем, который не стреляет, а видит. А если еще и мало у тебя патронов, и тебе вот, ну, катастрофических не хватает, ты начинаешь уже всеми методами искать уже как угодно. Бегаешь и так далее. Ну, это тоже очень, очень, то есть это переключение между персонажами, вот это вот, то есть это вообще... А был какой-то такой сложный момент, который вот прям вот, прям вот сложный, самый сложный, да. С прицеливанием? С прицеливанием сложный момент. Нет, в смысле игровой эпизод. Игровой эпизод? Ой, какой, ну, наверное, вот уже последний эпизод, когда, то есть, лифт надо было ждать, вот этого дострела. То есть невидимый враг летит, с одной стороны, с другой, ты забегаешь, точнее, запрыгиваешь наверх этого ящика, конечно, контейнера струблый, там другой плюется. Сверху, да, закрашивание экрана, это вообще классная идея, просто, но не для этой игры. Когда у тебя жизни мигают, экран запачкан, ни хера не видно, это воодушевляет просто. Да, то есть нет для одного человека, если бы два было, то есть один смотрит, указывает там, другой, то есть стреляет. Наводчик и стрелок. Тем более, что второй персонаж, да, он хоть и не может стрелять, но он может кидать там бомбы-ловушки, там огненные. Да, с бросками там все в порядке. Как бы это он может делать, то есть хоть как-то, но он может помочь, в принципе, персонажу. Но в итоге даже искусственный интеллект, благо он так не делал, ибо вообще бомбила бы тогда просто знатно. Что-то не кидал под ноги этим. Разбазаривание. Да, то есть излишнее. Экипировки. А из какого раза ты прошла этот момент? Со второго. Со второго? Ну ты профи прям. Прям я не знаю. Но я на среднем играла. Я тоже на среднем, но раза с восьмого, потому что мне просто нечем было уже стрелять. Я в рукопашную там дрался с этим боссом, который там выпрыгивает. Просто доставило мне дико этот уровень. Ну я понаходила там много этих... Я ж как. У меня ж какая история, почему у меня, в принципе, много было в инвентаре этих патронов. Ну правда, патроны там не тратила. Там всякие коробки, это то. Короче, мы шалей было. Да? Я просто как, например, там эпизод вышла, да, то есть я скачала сохранение, а второй эпизод, к примеру, прошла сама. То есть понаходила, понаходила там, вот. И в итоге у меня там что-то оставалось, еще кусок. То есть там медленно, размеренно я ходила, искала, то есть никуда не спешила, не торопилась. Ну, не как на запись. Вот. Поэтому может еще это играет роль. То есть как бы ты одним махом хоп и пошел. Ну, я просто не переключался на второй персонаж, чтобы грыжу увидеть. Мне казалось, что я и так достаточно быстро могу ободрать выстрелами этого, это тело. Я тоже, кстати, думаю, а потом такая, в общем, что-то стреляю, стреляю, а он не подыхает. Одну подстрелила вторую, третью, голову, все. То есть он сдосит, думает на меня, какого хрена. Там потом началось на кисти правой руки, еще где-то там. Там локоть, плечо, голова, нога, пятка, рука, задница. Абсолютно странно. Ну, я бы, собственно, сказал так же, что, почему перестали игроки и Capcom друг друга, ну, игроки в моем лице и в твоем, естественно, понимать друг друга, почему. Потому что, вот, давай проверим, Resident Evil с чем у тебя, в первую очередь, ассоциируется? Загадки, эти монстры, вот эти вот зомби. В смысле зомби, да. Именно Resident, это зомби, зомби, это Resident Evil. Но Capcom сам, видимо, считает, что Resident Evil, это игра про вирусы и борьбу с вирусами, то есть биотерроризм. И эту линию они раздвигают, потому что в этой части зомби, в общем-то, не было. Это были какие-то ожившие мутанты. То есть, они, ну, на зомби мало чем были похожи уже совсем. И не у Робороса, а просто какие-то мешки, блин, они просто ходят. Это, в общем-то, каждый твой фраг. Да. А я, ну, существенного сопротивления не оказываю. Зато появились какие-то почти что пирамиды Хэды, которые практически бессмертны. Причем пирамиды Хэд, это конкретный копипиздинг, мне кажется. Silent Hill вообще ничем не прикрытый. Я тоже сразу об этом подумала. Что это за недоделанный пирамид Хэд, блин? Ну, пирамиды Хэд похудел, блин. Да, то есть, ну, как бы, отдаленно, но он похож. Даже очень. Просто меньше голова у него, вот и все. Просто была, да, у игры изначальная задача, чтобы выйти именно под этим брендом. Именно под Resident Evil. Бренд, который уже готов к продаже, который купят. Гарантированно школьники. Другие как бы ждут, что будет что-то вот-вот, что-то в канонах того старого Resident'а. Начинают покупать, в итоге разочаровываются. Да, что-то, кроме имен главных героев должно быть. Поэтому я бы делал эту игру в том стиле, в каком ее начали. В стиле Silent Hill и пила игра на выживание. То есть, это была бы игра с ловушками, где ты должен выбраться с этого острова. Просто, где там... Ну, сама тематика, что вирус, который работает от страха, это чушь собачья. Потому что... Я тоже такая... Какой адреналин, какой страх. Да, какая глупость. Как бы тебя похитили, связали, ты проснулся, тебе страшно все. Просто-напросто, то есть, как бы я еще так сидела, думала, вот Клэр там спасли, да? Вот пойдет она, к примеру, там резко испугается, сидя на унитазе, бац, она превратилась в монстр. Все, эпидемия. Соседя на унитазе? Кишечного червя, что ли? Возможно. Этого червяка, который... Ура, Борис. Нет, который по Стивену Кингу там из унитаза вылезал, хватался за жопу. А, ой, кошмар. Есть такую же... Ловец снов, ловец снов. А, спасибо. Я даже не удивлюсь, понимаешь, если они с вот этой вот фигнёй, то, что там Клэра или кто-то испугает, у них же вирус-то остался в организме, да? Я не знаю вообще, я ничего не понял насчет вируса в этом сюжете. То есть, чем... Хорошо, надо, чтобы они боялись, а чем их пугали-то, простите, что? Я видела, то есть, там была комната пыток, то есть... Комната пыток я видел, но это уже со страхом как-то не связано. Ну, там, так же упоминается, типа, норадреналин, то есть, да, типа, увеличивается вот это вот там надпочечники, терапыр, оно там всё вот это выделяется. Вот, то есть... Ну, всё равно, вот, я не понимаю, по какому принципу это работает, то есть, изначально там монстров не было, правильно? Да, изначально не было зомби, все работали, потом всех убивали, стали вкалывать что-то в трупы. Трупы начали бояться, видимо. Я вот логику немножко потерял вообще. Я нахер вообще потерял логику. Мне кажется, её здесь не было в этой части резьбы. Я же читала эти все документы, потому что, как я сказала, что никто читать не будет. Я сделаю такую фугу, короче. Дохлый, дохлый сюжет, дохлая история, дохлая вообще. Да, просто, блин, ну, не интересно, никому было бы стоять на паузу и что-то там читать. Да, ты не поверишь, насколько дохлые сейчас эти наёмники, даже здесь. Я включил какой-то уровень, где просто у меня патроны кончились, мне никого не убить. Какое говно. Так, я думаю, сейчас надо рестарт миссии сделать. И перейти к следующему разделу уже. Так, разобрался я просто лошара и неправильно с уровнями с этими, блин, тут. Кстати, уровни в наёмниках здесь из шестой резьбы. Прикалываешься? Очень классно. Я читала тоже, тоже говорили, что шестая, что-то резьба, там что-то помнилось, но я так особо не углублялась в эти все комментарии. В шестой резьбе наёмники были не так классно сделаны, как здесь, походу. Ну, там уровней-то мало, потому что мы с тобой прошли за сколько, за часик. Ну, там, по крайней мере, знаешь, тут вот эпик был, то есть ты бежишь, на тебя бежит... А, ну, это все режим-то возмездия. Да, то есть вот эти фаспутчики, фаспутчики, фаспутчики. Вот, плюс ведьма, а это все, и все на утек сразу. Да, страна шесть оружия, одни и те же. Так, ну, давай перейдём уже ко второй части этой рубрики. Это и... Это и... Это и... Это и зачетка, как имя Мандельштама на партийной даче. Так, значит, Максим Чиш. А, наш пацан, да. То есть, пишет, Capcom в последнее время только Клепаловым занимается. Нету той былой славы этой компании. Там уже сколько раз персонал поменялся на верняк. Что там сидят люди, которые не понимают, что такое игра, что такое камера, что такое управление. По игре видно, что её делали для себя, не для большинства. Ну и, как всегда, коммерция, господа. То есть, то, что мы с тобой обсуждали. Ну, в принципе, да. Ну, да, там, в принципе, уже многие Capcom-овцы, которые делали первый визит под старостью, померли, я так понимаю. И их идейные продолжатели не такие уж и идейные. Но деньги делаются, цель, собственно, выполняется. Далее. DPF Gaming. Я не знаю просто, как читаются четыре эти буквы, поэтому прошу прощения, если что. Игра, напомню, прошегоднюю Эвилвизин. Флизелинчик. Она же Флизелинчик. Название, вот Эвилвизин, вот, совершенно на русском языке, то есть, ну, русскоязычному человеку не выговорить нормально, блядь. Да, то есть. Причём не в хорошем смысле. Ну да, зомбари, ну да, резко выпрыгивают, но не цепляют вообще. В общем, предлагаю поставить где-нибудь надгробную плиту с годами жизни сериала Resident Evil, потому как паночка померла. Ну, померла она или нет, это игра про зомби, поэтому я думаю, что Resident Evil будет, как зомби, ещё долго появляться время от времени из своей ямы, в которой его никак не закопать. Поэтому я бы так рано не хоронил, тем более, что эта курица по-прежнему несёт золотые яйца, судя по количеству людей, которые её купили. А их, как ни странно, почему-то мне кажется, что много. Ну, наверное, это сказано, что цена, потому что цена-то смешная сейчас с выросшим долларом. Больше за такие деньги ни одну игру, в общем-то, не купишь, кроме резьбы. Ну да. Далее. Юрий Скрытный. Капком чудит по полной, они даже не скрывают, что из франшизы хотят свой кого в дьюти сделать. То есть игрок должен не выживать и пугаться, а бегать и стрелять. Ну, то есть обычный шутон. Ну, пока ещё вид не изглаз, колда из этого не получится. А вот спин-офф пытается ещё на прежние Resident Evil походить. Но очень пытается. Забавно как-то то, что мы знаем, что Флизелинчик, я не могу прочитать, просто это на английском, мой язык ломается, сделал Папа Resident Evil, а теперь в своей игре, судя по всему, создал уже его без участия. Первые уровни выглядят точь-в-точь, как вся игра, которую он сделал. Совпадение, троллинг, копипаста. Да, ну я как бы не знаю. Там что значит Папа Resident Evil? Ну, мы же точно, никто не знает, какую часть придумал, собственно, этот... Как там его зовут? Не знаю. С инзимиками, блин. А может он просто сказал, давайте сделаем игру, в которой будет особняк, загадки, зомби и лаборатория. И поэтому считается, что это он и денег. Ну, как бы, первая часть Резидента, которую на его счету, я так понимаю, что вторую он уже делал не один, первая часть Резидента никаким сюжетом не балует, в принципе. Там ничего, никакой темы в сирене не раскрыто. То есть пара записок... Там диалогов тоже нет. Да, там даже вопросы у меня периодически возникали, почему в лабораторию надо идти по каким-то деревянным мосточкам, поддонам, почему револьвер в могиле, то есть, ну, намек на мистику всю игру. А оказывается, лаборатория и хай-тек, высокие технологии. Я этого хода вообще не понял, то есть, лучше бы была мистика, на мой взгляд, и на зомби бы все остановилось, не было бы этих боссов, которые из кишок, из оживших сделаны. Ну да, то есть, если уже они отвернулись от темы зомби, то уже хотя бы развивали другую какую-то... А что по поводу совпадения с его резином, мне кажется, что все-таки это совпадение, потому что, ну, нет у игры такого успеха, чтобы ее пародировать, по-моему. Ну, в моих глазах, по крайней мере. Так, Максим Германов или Германов, не знаю, как правильно читать. Не ждите от Копкома революции в играх. Максимум, что Копком способен, это Devil May Cry и прочие файтинги и умение делать Resident Evil закончатся еще на 4-й, 5-й части игры. Дальше штамповка, конвейер. Да, то есть, эти же шедевые, это тяплят на скорую руку, не больше. Ну, в принципе, я согласен. Я не понимаю вообще прикола в основном файтинге от Копкома, который... Стритфайтер, да, он делает, или как называется, да? Да, да. Просто абсолютно невыигрышная хренатень. Вот это да. Двухметровый зомби-валу его. То есть, есть Mortal Kombat, который файтинг, всем файтингом файтинг. Кому нужен Стритфайтер, я не знаю, ну, он типа весь колорит, вот этот азиатский же там. Каратеки всех побеждают, там, все такое. Ну, типа, хотели переплюнуть своего МК. Да, мне кажется, просто их некоторые игры сделаны для своих. То есть, исключительно на Азию рассчитаны. То есть, тем, кому нравится Mortal Kombat, Стритфайтер не понравится никогда. Это то же самое, как ужастики японцев. То есть, да, смотришь, типа волосы, волосы какие-то, там, вода какая-то черная, что-то поползло, что-то вылезло. То есть, ну, лично я как бы смотрела один очень интересный кинчик, и вообще просто как-то он там назывался, я уже не помню. Я смотрю, а там комната наполнена просто огромным количеством волос. Я не поняла, какая связь между тем главным героями и ситуациями, которые там происходят. В итоге фильм получился унылое гиге. А волосы выросли из вареника людоеда. О, да, скорее всего. Не, я просто звонок второй вспоминаю, где резиновая морда. О, жесть. Но американцы грамотно переснимают их ремейки на свой лад. Так, от твоих ребят комментарии закончились. Ну, просто ребята еще не поняли суть экспериментальной рубрики. Ну, ничего, если понравится, то будут и дальше. Да. Тоже более уверенно писать. Далее идет то, что я искала. Это отзывы в стиме. То есть, как положительные, так и отрицательные. Вот. Первый из которых... Это отрицательный. Ну, что неудивительно. Да. Человек с ником Хоу. Хоу? Ну, ты понял меня, понял. Хоу? Почти 16 часов в игре он проиграл. И он не рекомендует. Но это полностью прошел мы уже практически. Ну, да. Он... Ну, это был опубликован 27 февраля. Что странно. А, то есть, только... Еще игра не вышла полностью. Ну, какая разница. Поиграл, сделал вывод и дальше не стал. И пошел дальше. Логично, да. И пошел дальше в нормальный. Что он написал? Я разочарован. Клэр страшила. Я вот с какой лошади вы ее срисовали. Вот что человека волнует, а? Что Клэр страшно нарисована. Ну, вот. Я бы в Томбрайдере этому горчиться мог, но... Да, кстати, Клэр здесь... Вот серьезно, я ее вообще не узнал. У нее эмоций нет вообще. То есть, если там в роликах еще какие-то и наблюдается, там эмоции на лице, ну и то. А вот когда она начинает... Да, она... Она знаешь, как... Они еще так руками, интересно, мажут, как в GTA San Andreas. Да, да. Охладите это, охладите это. Просто, ты понимаешь, в этой части она... У нее роль доминаторши. Она должна быть киборг. Она не может... Если это будут две овцы, которые будут визжать на перегонки, блин, и стерить, игра дальше уже никуда не продвинется. Поэтому вынуждены были. Но просто само лицо у нее вообще не похоже на Клэр. Я бы ее не узнал просто, если мне не написали, что это Клэр. Ну, она реально, то есть... Не знаю, смотря даже тот же самый мультфильм, да, который в 2012 году. А, да, да, да. Она там как-то даже более смахивает на то, что было вот в каком-то... Второй Резидент, да, по-моему, если не ошибаюсь. То есть более как-то похоже. Даже не более, а похоже. А тут она какая-то такая... Ну, типа, возрастом, тверху. Вообще, я в этом хитросплетении персонажей, где каждый кому-то друг, блин, жених или кто-то херное, кто еще. Я, честно, уже путаюсь, я и периодически забываю, кто откуда появился уже. Где-то Клэр, где-то это полицейская, как-то у меня супер баба. Да, 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 жил, что-то все у них нагорожено. Очень-очень много, да, еще то есть героев, и у каждого какое-то имя, и у каждого родственника, и у каждого что-то делает, и вообще, короче, хрен разберешь, что к чему. Вот, далее этот человек же пишет, что типа возвращение к старому, серьезно, где тут старое, тут скорее 6 в других сфоках. То есть, ну да, возвращение к старому, это причем написано в описании к игре, по-моему, да, что старые традиции. Я не буду видеть, я загадки какие-то увидел только в одном эпизоде, по-моему, в третьем, то они были не очень внятные, поэтому я не понимаю. Я удивлялся, что про первый Revelations так радостно заявляли люди, что Resident Evil вернулся. По-моему, дерьмо. Ну, ты знаешь, особенно вот это дерьмо еще наблюдается после того, когда купила, точнее, приобрела игру, думала, что кооператив будет сразу, в итоге проходишь. А, да. Да, после прохождения игры. И только когда опять откроется весь кооператив с играми с играми. Ну, да, это даже круче, чем автомат в его визине, который после прохождения дают. Да. Который должен вдохновить меня, видимо, на еще одно прохождение. Вот, и далее эпизодическая система а-ля Walking Dead и микротранзакции в игре. Микротранзакции чего? Донат, короче. А, какой там донат? А, ты не знаешь? Я не знаю, я же пират. Если ребята тоже не знают, я поясню. То есть, там в игре присутствует, то есть, внутриигровой донат, да, то есть, там за что-то 40 или 50 рублей, то есть, в начале игры можно покупать себе, расширять инвентарь, там какие-то пуши, короче, какие-то там патроны, пиры-пыры, то есть. Вот, это я тоже читала, все находила где-то в стиме, вот, так почитала, поверхность, ну, как заплати за игру, плюс тебя еще наезд с вот этим кооперативом, плюс еще эпизодами, плюс еще типа Нестген, но это не он. Вот, ну, ты будешь лаги, лаги вместо Нестгена. Фраги, шмаги и все, что хочешь, короче, вот, отвратительно. А тебе, это, что, инвентаря хватало или как? Нет. Не хватало инвентаря у двух персонажей? Их же два, а передаешь инвентаре просто, что не можешь нести свои... И сразу поняла, что можно передавать. Да, то есть, как бы, вообще бессмысленная продажа это инвентарь. Вот в ремастеринге продавать с фолт инвентаря, это актуально. Я бы даже от патча не отказался, если бы там инвентарь расширили, потому что игра тогда бы стала намного играбельнее. Но здесь, то есть, там, шкурку, понимаю, продать, но инвентарь пытаться побарыжить. А, кстати, ты там нигде не нашла ответа на вопрос, который меня мучает по ночам. Что за, мать его, ящик патронов, блядь, ты подбираешь, который нихуя тебе патронов этих не дает? Что ты думаешь? Это пустой ящик из-под патронов, наверное, да? Перевод виноват? Наверное, просто-напросто. Я вот буквально вчера нашла такой же ящик патронов. Да, 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 ящик патронов к Магнуму. Да, 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 именно. Я такая воодушевленная вся, смотрю на Виталию, а его там нет. Да, я вообще не понял, что это. Это еще игра и работает через жопу в итоге? Перевод даже хуже, чем в первой части Резидента, которая выше в 98-м году. Ну, естественно. Да, товарищи. Тогда еще совесть была в людей. Да, да, тогда это было, по крайней мере, хоть немного дооправдано. А сейчас это просто смешно. Далее, Рейнберт. Он рекомендует эту игру. Рекомендует эту игру. Рекомендует он наиграл в этой игре, внимание, целых 2 часа 20 лет. Что дает ему право рекомендовать ее всем своим, друзья. Этот комментарий опубликовал, внимание, 25 февраля. То есть, после вычета. Ему игра очень понравилась, судя по всему. Да. Что он пищет? Пищет, что он. А у консольщиков есть кооп, а у ПКшников нет. Похоже, мой пукан начинает подгорать. Все. Ну, я всем рекомендую, чтобы у вас подгорело тоже, да? Да. Странно. Ну, это я знаю. Это инстинкт того, что капком говна не делает. Надо поддерживать пацанов. Ну, да. Ну, я так уверена, что этот парень все-таки купил игру в стиме, поэтому он просто обязан был похвалить. Да, после 2 часов игры. Причем он с 25 февраля не играл, как я понимаю, да? Да, не играл больше, походу. Ну, правильно, что? Что? Лайк, хули. Далее, Крематор. Он тоже рекомендует. Крематор. Не знаю. Или Крематор. Крематор рекомендует, да? Крематор рекомендует. Грозный ник пятиклассника очередного. Да, да, да. Он наиграл в эту игру почти 22 часа. Опубликован комментарий 21 марта, то есть, похоже. 22 часа. Ну, прошел, видимо, да? Ну, да. Судя по всему, даже в режим рейд заходил немножко. Вот. И что он пишет? Я уже не помню, когда в последний раз игра заставляла меня буквально визжать от восторга. Спасибо Кэпкам. С нетерпением жду от вас третью часть этой грандиозной серии 10 из 10. О, блин, Крематор, чувак. Ты, если посмотришь это видео, ты мне напиши. Просто мне очень интересно, на каком моменте и от чего именно ты визжал. Потому что я только в порывах психа, блядь, визжал. Потому что даже сейчас я играю в локации шестого резидента, но, блядь, она лагает. Она нахуй на том движке не лагала, а на этом она лагает. И я вот просто не понимаю. Это ж как криворуко надо было сделать эту игру? Причем уровень, вот первый уровень компании из Олеона, вот эта школа или что это здесь. И он просто, мать его, просел в фпсах, просто, он присел глубже, чем со штангой, блядь. Это просто жопа какая-то. А тут какой-то Крематор визжал от счастья, блядь. Ты вообще с какой-нибудь игры от счастья визжала в своей жизни? Честно, нет, даже когда Ларочка вышла, я не визжала. А то, как я люблю Лару Крофт, это надо только видеть. Да, я от счастья в Outlast визжал, когда кто-нибудь выпрыгивает. О, да. Главное, что не в амнезии. Да, там визжать-то, блядь. Там, 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 да. Вот, следующий. Пациент. Пациент, да. Если хвалит, то нормальный. Ой, то пациент, в смысле. Да. Говно, значит, наш чувак. DCDK. DCDK. Да, он рекомендует игру, соответственно, почти 91 час в игре на Играна. Ты представляешь? 91 час в игре на Играна. 91 час. Надеюсь, это все были фейлы и переигровки, блядь. Опубликован комментарий 27 февраля. То есть, он играл в эту игру, хоть и комментарий оставил, хрен знает, когда. 92 часа он наиграл только в феврале. Нет, наверное, в феврале оставлен комментарий, но сказать, общее число всего наиграно. Понятно, да. В итоге, что он пишет? Комментарий просто вообще. Главный злодей будет Алекс Вескер. Все. То есть, человек, который наиграл 90 часов, ну, понятно, что 27 февраля он особо там ничего наиграть не мог. Взял и тупо выдал... Спойлер. Убить такого, нахуй. Прочитанный спойлер. Так и даже и тут наебался. Не злодей, а злодейка. Он не знал тогда, что это баба. Он думал, что Алекс это мужик. Вообще, короче, неуч. Фу, фу таким быть. Да, и гандон, потому что попытался спойлернуть. Вот, то есть еще когда игра вышла. Вот дальше. Тоже пациент. Леон. Леон? Как-то интересно, да? Какое совпадение. Наверное, хвалит. Да, он рекомендует эту игру. 32 часа наиграл. 25 февраля он сделал... Заявление? Да. Торжественное заявление с трибуны Golden Palace. Написал, игра понравилась. Так как получилось очень интересное, захватывающее. И, внимание, атмосферное. А, понятно, чей фанат. Ссылка к коду Вероники. В общем, круто. Ну, а ссылка коду Вероники, я не знаю, кто играл, кто не играл. Там, единственное, что какая отсылка может быть, это только то, что там девочка, у которой вирус, и которая, которая девочка. Все. Мне кажется, этот человек ищет смысл там, где его нету, поэтому ему игра и понравилась. И заинтриговала, и отсылки увидел, и пасхалки нашел. О, да. Вот эти люди, которые умеют найти атмосферу везде, я просто им завидую. Мне кажется, они бы на Луне атмосферу нашли и дышали. Я думаю, их надо в космос отправлять. Далее. Вообще, вот этот парень меня дико рассмешил, порадовал, и просто вообще, это пациент наш, пациент. С ником HateBehind, нормально. Он наиграл почти 58 часов в игре. Достойно держался. 7 февраля он сделал вот это заявление свое. Вот, что он пишет. Матерь Божья, благодаря этой игре я осознал, что фанатская база Resident Evil состоит из дебилов. Хорошо он написал. Мне надо сказать, что он пишет именно шо. То есть это я, ну, не прикалываюсь. Да, ну, сразу и нахлопец гарный. Пришел и поделил весь мир. Если решили, что вас наебал КомпКонг, то вы идиоты, КомпКонг, и вам пора работать грузчиком. То есть я что-то не понимаю, он за кого агитирует, это за КомпКонг или против? Да. А почему фанаты идиоты? Не знаю. Сейчас давай дальше читать. Нет, он говорит, что фанаты идиоты, и при этом он сам фанат. Похоже, как я понял. Вот почему он считает, что фанаты идиоты, идиоты, идиоты. На себя в примере. Ну ладно. Чуть в чем хохма имбецилов. Это что-то. А это все, он продолжает? А, это он. На этом он не успокоился. Ну, хорошо, давай. Вот он, ты шо, он там столько написал. Ух, ух, даже я столько не пишу. Кепкам сделают игру через месяц или больше. Типа лень посмотреть, он дальше в скобках пишет. И они ради фанатов решили дать ее цензива за 150 рублей. Ух, ух. Типа, мне кажется, он троллиц. Мне кажется, да. Хорошо. А то мне уж страшно стало. Я иногда не понимаю. Я иногда сейчас такие тролли неопытные пошли, что я иногда их не понимаю, честно, где они. Чтобы чисто смеху ради посмешить себя и остальных, что он пишет в конце. В игру я еще не играл, ибо некогда. Я просто смахаюсь и работаю. И мне приятно, что игра вышла в таком свете. Ай, красавчик, хорошо написал. Я бы ему даже приз какой-нибудь дал, если бы у нас они были. Например, магнит на холодильник в виде члена, я не знаю. Я тоже об этом подумала. Ох, далее. Пациент наш. Опять. Да, очень много пациентов, то есть мало негодных. Зыву. С ником Сайлен. Сайлен. Уж не хил ли, боишься просить. Главное, чтобы не хоум. Хотя хоум это хил. Да ладно, может он просто тихий, но... 28 часов в игре наиграно. Оставлен комментарий 20 марта. Все четыре эпизода мной пройдены. Можно смело оставлять свой отзыв об игре. О, позаботился. Сначала прошел, смотри. Ответственно, да? Да, подошел. Комментарий написать, это тебе, блядь, не высморкаться. Будь любезен. Багов-багов он не заметил в этой игре. Багов он не заметил в этой игре? Да я, блядь, пяти минут пройти не успел, как она забаговала, залагала, блядь, я хуй знаю, что еще сделаю. Сама игра намного лучше Revolutions 1, а уж Resident Evil 6 и вовсе укладывает на лопатки. Ну... Чуть дальше просто, вот знаешь, это просто вынос мозга, лично для меня, по духу ближе к первым частям серии. Однако чувствуется, что разработчики не знают, куда им идти. к Survival или Horror, поэтому игра не то и не другое. Ну, не по духу я бы сказал, а с душком игра. И она ближе к ним, знаешь, не по... Вот этому, а как бы по развитию, блядь, что игра на уровне десятилетней давности какой-то. Да. Дали он... А, это он еще не закончен? Он не закончен. Сюжет с самого начала и до титров. Подача тоже интересна. От двух действующих лиц с огромным разрывом во времени. Блядь. Это то есть то, что меня взбесило, нашелся человек, которому это понравилось. А, то есть абсолютно параллельно. Вот она полярность мнений. А вы все ходите спрашиваете, кто за единую Россию голосует. Есть, есть люди другого мнения в мире, понимаете, есть. Далее наш друг идет. Он негативный вот это оставил. Отставил. Оставил. Единомышленник. Сикнес. Сикнес. Ник у него. Семь часов в игре наиграл, 22 марта оставил. Семь часов? Семь часов. Ну, обосрал и играть не стал, мне нравится. Молодец. 22 марта он заметно писал комментарий. То есть он, как бы подождал, наверное, что все эпизоды выйдут. Да, ну, видимо, он поиграл в первое, остальные он на пиратке доигрывал. Он пишет, что очень ждал эту игру, но Resident Evil 6, 4, Revolutions 1, Resident Evil 5 намного лучше, и там есть 60 FPS, которые не лагают. Только цифр. Revolutions 2 имеет графон примерно 2009 года, постоянно фризит, глючит и зависает, будто запустил третьего Ведьмака на высоком ультра. Пока что неграбельное дерьмо. Одно палочки из десяти. Графон на уровне какого-то года? 2009. В Anomaz больше на свой аккаунт не лагинится, я так понимаю. Такой оценил. Какой это 2009 год? Ты с ума сошел? В 2009 году пятая резьба вышла, там даже намека на лаги не было. А здесь это просто жопа, это как будто я на PlayStation эту игру поставил, на втором причем. А то и на первом. Далее Пациент. 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 У нас прям лурка с тобой, слушай. Можно свой Outlast открыть с Blackjack'ом и пирамидхэдами. Это он так пишет? А? Это он так пишет Outlast. Нет, это я так сказала. Хорошо. Я уже думал, нифига как загнутая, надо к нам звать сразу. С ником Fruit Pervert. Перверд. Господи. Кто придумает такие ники? Господи. Наверное, все остальные кончились. Наверное, все остальные кончились. Наверное, все остальные играли. Что никто не так вы говорите. Ну, я знаю человека, который придумал ник Blacksever UFAP, поэтому... А, нормально. Опубликовал он свой комментарий 25 февраля, он рекомендует игру. Блин, я надеюсь, что когда уровень грузится, Бандикам все-таки пишет звук. В итоге, что он пишет, он решил блеснуть своим воображением и фантазией, и он написал Resident Evil Battle Optimations 2. Это что он имел ввиду? Плохая оптимизация этого? Типа да. Ну да, хорошо. Почему он рекомендует игру? Я в вмешательстве. А он рекомендует врагам своим игру эту паскудскую видео. О, Господи. Сейчас у меня в игре пошел снег и вообще просто... Просто гиф нахрен изображение. Интересно, движок этой игры, наверное, не от игры, а от запорожца, блядь. Это просто вообще ничего не может идти хорошо. Скорее всего, что движок от мясорубки. Да, который крутит какая-нибудь однорукая обезьяна. Постоянно там косточки заедаются. Ну что, еще пациенты есть? Пациентов пока нет, сейчас наш товарищ. Товарищи. Играл он 10 часов в игре. Влекован комментарий 26 февраля. Николева, Scorpion 210. Нормально. Да. Что он пишет? Ну что же, сыграли в новую часть Resident Evil Revations 2. Что же я могу сказать? С таким отношением к игре, Capcom, скорее всего, оботкрутится очень и очень скоро. И продаст права на серию Resident Evil. Да, кто ее купит после того, кто же ту девку поруганную замуж-то возьмет? Они сами, что ее тут вовсе щели, этот Resident Evil. Еще потом продать? Кому? Более он пишет то, что это, конечно же, оптимизация, это фиговая вообще хрень. И на моей видеокарте, он еще уточняет, какая у нее видеокарта, Nvidia GeForce 780T, игра умудряется фризить на некоторых моментах. Еще и разогнанно это, посмотрите. Вот, и таким образом, таким, там каким-то волшебным образом FPS умудряется падать аж до 30 FPS. Ты представляешь, у меня вообще могло до 15 упасть. Да, ты что, ни хуя, он заметил 30 FPS. Офигеть. Да. Глаз киборга, прям, чувак. Мне так нравятся те люди, которые замечают просадку FPS с 60 до 50, просто охуеваюсь, пишут. Глаз улавливает только 24, то есть. Ну, как бы тут. Ну, там плавность, скорее всего. Да, тут немножко не те кадры. Все мы помним этот гипноз доктора Майорова, или как он там, отучение от алкоголя, методом какого-то там секретного 25 кадра, а он про 60 FPS вообще слышал? Еще есть и 120, ух. Ой. Кстати, а вообще, зря, мне кажется, некоторые люди не понимают, что вот капком капкому рознь, и что две части Revelation и операцию Raccoon City делала вообще не та студия, которая отвечает, мне кажется, эти резиденты. Это, мне кажется, какие-то студенты на стажировке делают эти игры, потому что я не верю, что вот это одни и те же люди выпускают. Не скажем, которые учатся на зубного, да, на стоматолога. Делают игры? Нет, вырывают больно зубы, делая при этом больно другому. Так же самое и это, но делают нам больно. вот такая тема кишечника, что мне кажется, какие-то проколы. или тот парнишка, точнее мужчинчик, который рекомендует при геморрое совать подорожник. А, доктор, что на грядку сесть, да-да-да, потерять. Присесть туземцам на грядку и получить заряд сил земли. Так, дальше. Чувак, который наиграл почти 15 часов, оставил комментарий 18 марта и ник у него Сейн Данте, Святой Данте. Класс, походу он DMC наигрался очень много. Капкомовского тоже. Да-да, да. Фанат, ну. Написал, что я прошел все четыре эпизода, могу сказать, что игра полная фигня. Я конченный фанат первой части по четвертой. Пятой. Мне очень понравилось. Вот. Далее он пишет, что анимация ужасна, да нельзя, особенно, когда идет разговор между персонажами. Далее то, что я всегда задаю, как бы, не то, что задаю, а говорю просто, зачем они рукой машут, это он пишет. Это такого я давно не видел. Далее он пишет, что стрельба и ближний бой тоже ужасны, стрелять кошмарно, бить в ближнем бою еще хуже, если честно. Да, исчезли добивания, как я понимаю, то есть, когда, ну, помнишь, что выстрел в ногу, а, в голову выстрелишь, подходишь, добиваешь. Теперь надо фонариком обязательно посветить. Как мне показалось, что некоторые мобы не реагируют просто на выстрел в голову, они за нее не хватаются. Ну и концовочка его комментария на 4 абзаца. Ну и пару слов о персонажах. Клэр норм, Наталья, ну, в принципе, норм, но она вообще не к месту тут, конечно. Мойра ебабельна вполне, а вот Барри старый хрен, да? Знаешь, как он Мойру назвал? Шмойра, которая бесила конкретно, вечно истерит и говорит всякую фигню, и это Вестер, это самый богий злодей в истории Resident Evil. Да, злодей, правда, говно, но мне кажется, что в конце комментария он как яростный суперфанат капкома, или как он там сказал, упоротый фанат, фанат от первой части до последней, да, конченый, пройду эту игру не больше 10 раз. Ой, далее, наш пациент. О! Да, да, уже, такая ашарадостная. Да, мне эти больше нравятся на сегодня. Почти, почти 18 часов в игре, нет, неправильно, 17 с половиной, немного, преувеличила, с ником Nightwell, вот, он рекомендует эту игру, начинок и ночное колесо, правильно, пульсик, так как, очень быстро он написал Nightbook, не будет. Обойдется. Да, кстати, смею заметить, что у людей, которые, то есть, рекомендуют эту игру, нитей, ебнутый, то, что у них товаров на аккаунтах, у этого 174, а, то есть, коллекционеры, бутылка 26, они, наверное, еще карточки скупают, там, дальше, дальше, сейчас, 197, то есть, ну, такие товарищи, короче, любят, любят они. Ну, есть такой сорт товарищи, как вот наш любимый с тобой, летсплейщик, который просто только хвалят, у них нету такого, чтобы они сказали, блядь, да говно какое-то, нахер, все, что не выпустили, то есть, знаешь, глубокая философия, люди старались, люди работали, лайк. Ой, типа, надо поддержать разработчиков. Да, сделай, сделай лучше, потом критикуй, блядь, вот этим не нравятся люди, вообще, которые так говорят. Ты попадешь в раз, ай, да, да, да. Вот, что он пишет, ожидал от Resident Evil Revolutions 2, гораздо меньшего, чем казалось на самом деле. Ожидал меньшего? Да. Прости, чего, двухмерная игра, что ли, наверное? А на деле, вы свободная игра. Что он дальше пишет, в игре присутствует великолепная атмосфера, каждая логация загадочная и мрачная. Где нахрен загадочность и мрачность, ты к ним не пальцем. Я, я, знаешь, если бы считал в самом начале, сколько раз я был в игре в канализации, и, блин, загадочный и мрачный. Там просто пол игры, реально в параши полы, и все одинаковое. То ли поперек прошел ту канализацию, изучил все. А потом еще за другого персонажа точно там. Что, блин, точно, еще более загадочно все становится. А то мы ходили за Клэр сверху канализацию, а теперь по нему. теперь по нему. То есть в этом вся фишка. Пишет, что сюжет получился интересным и интригующим. Однако некоторые моменты предсказуемы. По-моему, все. То есть геймплейн немного поменялся со времен первой части Revolutions. Музыка хорошо проработана, дополняет атмосферу игры. Графика не идеальна, все же лучше своего предшественника. Ее предшественник не лагал, я хочу заметить, хоть и был до боли паршивый, но он хотя бы не лагал. Ой, капец. Короче. Далее, что у нас тут, что у нас, помогу все. Слушай, что-то. А нет, вот товарищ, который порекомендовал игру, 20 почти 6 часов наиграл, Hunter Sprint Trap. Крэп. Опубликовал 24 марта, свой комментарий, что написал, игра удалась на славу, 9 из 10, все-таки что-то ему не понравилось. Удалось на славу только 9 из 10. Ой, вот нашла, просто прекрасный человек, наш пациентик, я уже думал, что все закончилось, я уже даже немного расстроилась, оказалось, что нет. Олег Смиккан, внимание, Алекс Вескер. Это первый ее фанат. Внимание, он наиграл в эту игру 72 с половиной часа. Это наемники, в смысле. Ну или он фапа на Алекс. Да, на Алекс фапа на 100%. Написал, игра отлично, атмосфера, графика, геймплей, все в игре очень хорошо, только вот графика очень хорошая, и поэтому подлагивает, что? Даже сама немного прифигела. Так вот от чего налагает, от запредельной пиздатости. Но это не мешает насладиться этой хорошей игрой. Далее он пишет, кстати, хочу сказать, что касается оптимизации, то она очень, очень хорошая, хорошая написал капсом. Я играю на максимальных настройках тоже капсом. Да, на калькуляторе, блядь. Влагает. Что делает? Я играю на максимальных настройках на калькуляторе Citizen, блядь. Только это могло бы оправдать оптимизацию. О, господи. Далее он пишет, что еще это типа с тем, то, что у него там чуть-чуть лагает, он на максимальных играет, это еще с тем, что у него ноутбук не игровой вообще. Короче, у него еще ноутбук, ты понимаешь? Да. Это сутки. Далее он пишет, что тем, у кого игра лагает, просто купите нормальный комп или просто смиритесь с некстгеном. У самого ноутбук, он еще учит людей слишком. пойти комп купить. А какой некстген здесь в чем, простите? В тумане, блядь, в этом лагучем, который двухмерный. А не горя был волн. Некстген. Здесь не... Блин. Господи. Далее он пишет, что для тех, кто переживает за кооперативное прохождение, для ПК оно будет, но после выхода всех эпизодов. Он решил это написать капсом, и мне хочется ему просто дать за это по табуу своей энциклопедии. Мне кажется, это просто адвокат капкома какой-то просто. Я не знаю, что это капается просто вообще. Он все минусы превратил в плюсы. Не дух позорный в подвиг определим. Пошнем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. А дальше он пишет, я что-то вообще вот это сейчас читаю, немного прифигеваю. При входе в рейд игра вылетает всегда. Пропадшите игру нормально. Верните курсор мыши и рейд сделайте, чтобы не вылетал. То есть у него какая-то это, слышишь, претензия все-таки к капкому. Что на неигровом ноутбуке next-gen вылетает. О, дальше. Сышь, я уже реально испугалась. Думаю, что у меня уже этих комментариев не осталось. Товарищи, пациентик наш. Внимание! 25 февраля была оставлена вот эта вот петиция. Дели... Короче, какой-то кейк. Какой-то... Пироженка какая-то, да? Пироженка, да? Какой-то кексик. Пишет 25 февраля, да, я уже сказала, 2,6 часов в игре он наиграл. Это при том, что он 25 февраля оставил комментарий. Он игру рекомендует. Да. И пишет, что... Он сразу начинает, короче, с самого козырного, с козыря. 550t. С козыря пошел. i3-41-30. 8 гигабайт оперы. Лагов практически нет. После включения вертикальной синхронизации они пропали вообще. И ныть про плохую оптимизацию и засирать игру своими обзорами в стиле «У меня стоит титан писал гигабайт оперативки». И до 10-ти ядерный прот слагает жуть игра. Короче, он, да. «У меня игра, допустим, если просто играть тоже не лагает. Она лагает именно при записи в 30 фпсах. Если я пишу в 60 фпсах, то они проседают, но, в принципе, таких яростных лагов нет. По-любому, эта игра сделана через жопу. Тут даже нехер спорить о том, что у меня компьютер говно. Но, да, Правый этап с левой ноги, согласен. Пусть будет у меня компьютер говно, но почему-то и Вилвизин, блин, резьба предыдущая ее предшественница, где гораздо больше спецэффектов и лучше графика у меня идет нормально. А это нексгеновое нечто почему-то лагает. Конечно, компьютер говно, что даже и спорить не о чем. Фрезерина, как бы, системные требования намного выше порядка. Да. Даже минималки там, то есть, там, по-моему, 4 гигабайта оперативы требуют. Да, там, если есть где-то намек на нексген, поверхности. Здесь-то даже близко ничего такого не. Да, все мокренькое, возбужденное. Хотя, ты знаешь, я, кстати, заметила то, что вот, да, выкручишь на максималке игру и тоже в резиденте, вот, припочине втором, стены тоже мокренькие. Ну, не везде тут кисычи потери. Мы не хотели показать свой нексген. Не знаю, у меня вроде графика выкручена, кстати, на максималке. Я и думать не стал, если такая игра, то есть, когда начал лагать, я не пошел с ним. нажать графику, я из принципа не буду это делать. Пусть она хоть конем, как говорится, долбится. Ну, что там, какой-нибудь завершающий комментарий есть? Да. Самый умный человек из нас всех, даже нас с тобой, в плане того, что он практически не играл в эту игру. Наш друг и товарищ, любим его, целуем. Fire Intel Hall, его звать. Он поиграл в игру 20 минут. В какую? В этом? В этом хоть и грусты играть. В этом. 20 минут. 27 февраля как оставил комментарий, так и забыл. За 20 минут все понял. Первая игра в серии, первая игра за последнее, что? За последнее давно. Не давно. За последнее. количневая, вкусная на палочке, давно. В которой не смог играть больше пяти минут. Приврался, но ее парасоте. Мертвой оптимизации, бесконечный фризер, рваная анимация, кстати, вот эта рваная анимация, это вообще просто боль. в смысле рваная анимация, когда идешь, и персонаж как будто дергается, помнишь? Ты говорила об этом, и я тоже. Да, да, сам начал. Вот, крайне средняя графика, то есть, жуткий сенс мышки и совершенно упоротое управление. Особенно, когда спринтуешь, господи. Да, когда спринтуешь, именно на мышке, это беда. Спринт на джойстике, он идеален, он не дергается. Ну, господи. Это именно спринт, когда ты спринтуешь и пытаешься повернуть на кнопках. Я, кстати, там поняла, как то есть спринтовать, чтобы она не вдолбалась в стены. мышью надо рулить. Не то, что, ну, не то, что мышью, там надо, как на геймпаде, да, то есть, стиком поворачиваешь, она типа, хоп, а тут надо на клавиатуре, что у нас там, какие у нас там буквы? ВАСД. АИД, то есть, в стороны, туда-сюда, туда-сюда. И то, кстати, хереново помогает. Ну, короче, в итоге он заканчивает свою рецензию. Фу, Капком, фу. Да, Капком, действительно, фу, но Капком, судя по всему, это их не первое фу, и оно их ни разу не смущает, и еще будут фу делать. Но мы, конечно же, надеемся, и веруем, что Капком очухается, оклемается, бросит страдать херней, что, собственно, он и делает со своими дэтрайзингами, со своими стритфайтерами. Особенно то, что они сделали с DMC 5, это я просто хочу их разорвать. Я просто желаю им, чтобы у них какая-нибудь новая идея появилась, а Resident Evil они уже забыли благополучно, потому что уже некуда просто. Это уже, знаешь, по стопам фильмов идет. Глаз на жопу из пальца уже высосали, глаз на жопу уже натянули, пора уже с ними как бы ты знаешь, они сначала смотрят фильм по игре, а потом делают саму игру. Да, да, то есть, ребята, это Капком, это не Adidas, прекратите, нельзя на что попало, как лейтвы, и было это продавать, блин. Да. Ну что, что-нибудь хочешь в конце добавить? Хочу, чтобы больше было нормальных игр. А я хочу, чтобы вы понажимали на рекламки. Да, да, да. Да, нажимайте, даже я нажимаю. Даже, даже я. Шефе нажимает, я сам себе пойду понажимаю, мне не впервой полжизни сам нажимаю. Бисик для вас старается, так что давайте, давай. Всегда. Так что все, в общем-то, всем счастливо, всем спасибо. Да, кстати, вы можете написать свой комментарий не только об этой новой рубрике, я надеюсь, что вы это сделаете, но и о самой игре тоже все пожелания учтем, возможно. Примем. Да, примем к сведению на грудь, что-нибудь примем. В общем, адьо, амигос. Всем пока.